В эфире ежедневный выпуск информационной программы «День города» в студии Оксана Тебенихина. Здравствуйте! Рабочий понедельник подходит к своему завершению и мои коллеги готовы рассказать зрителям о событиях, произошедших в Рязани сегодня и за минувшие выходные дни. Небольшой анонс сегодняшнего выпуска. В прорубь с головой, как и где в Рязани и области будут организованы места для омовения в Крещенскую ночь. Первый пошел. Поправка в закон о лишении прав за долги вступила в силу и уже применена к первому нарушителю. Первым делом самолеты рязанцам представили краткий фоторассказ о работе авиагруппы сезонной станции советской антарктической экспедиции. 16 января международный юношеский турнир по теннису Кубок Кремля, стартовавший в Рязани чуть больше недели назад, завершился. Церемония закрытия прошла в Академии тенниса имени Озерова, на кортах которой сражались юноши и девушки в возрасте до 15 лет из 14 стран. В финал вышли спортсмены из России, Белоруссии, Молдовы и Украины. На подведение итогов турнира прибыл вице-президент Федерации тенниса России Владимир Лазарев. Вместе с губернатором Рязанской области Олегом Ковалевым он вручил победителям и призерам заветные кубки. Больше всего наград оказалось у представителей России. Наши девушки заняли первые и вторые места в одиночном и парном разрядах, а вот юноши оказались послабее. В их активе только два серебра. Теннисисты, выступающие за Рязанскую область Елизавета Муравьева, Игорь Бойко, Анастасия Яковлева и Динара Алоярова, выбыли из турнира еще до финала. Последней была Алоярова. Ее и наградили памятным подарком в специальной номинации «Лучший рязанский спортсмен». 18 января вечером все православные отмечают крещенский сочельник. Как это часто бывает на Руси, языческие традиции тесно переплелись с православными обрядами. С крещенским сочельником связано много народных примет и поверий. В старину, например, на стол ставили чашу с водой, чтобы увидеть крещение Господне. Согласно поверьям, в ночь перед крещением выходит нечистая сила. Именно поэтому на Руси в сочельник было принято купаться в прорубях, чтобы обезопасить себя от нечисти. Ну а какие традиции достались нам от предков и в каком виде они дошли до наших дней, вам расскажет Алена Куколева. Погружение в прорубь на праздник крещения Господня – это одна из интереснейших традиций православных христиан. Но в последние годы купание в проруби стало чуть ли не народной забавой. Многие прыгают в ледяную воду на споры ради интереса и только единицы подходят к этому вопросу осмысленно. Руководитель клуба зимнего плавания и морж с 25-летним стажем Александр Яшин рассказал об основных правилах погружения в прорубь. Сначала снимаем с обувь, затем в последнюю очередь снимаем с себя головной убор. Соответственно, после посещения проруби сначала одеваем головной убор, а потом все остальное. Значит, не рекомендую выходить на лед босиком. В Рязани оборудована только одна купель на открытом водоеме на озере Ореховое. Рядом с ней поставят отапливаемые палатки с горячим чаем, будут дежурить спасатели и медики. Власти рекомендуют принимать участие в крещенских купаниях только здесь. Купание в других открытых водных объектах на территории города небезопасно. С улицы Свободы, с площади до Орехового озера, может быть, добраться с 10 часов вечера на бесплатном троллейбусе. Будут организованы две большие раздевалки с подогревом, естественно, купель. В 23 часа священник проведет молебен, после которого все желающие могут искупаться в проруби. В эти дни синоптики не обещают настоящих крещенских морозов. Ночью в городе похолодает всего до минус 10. Стоит уточнить, что в ночь на 19 января в Рязанской области для проведения крещенских купаний будет организовано 33 официальные купели. Сотрудники Роспотребнадзора проверили качество воды в этих водоемах. Они соответствуют всем нормам. Сменим тему. В пятницу, 15 января, в Рязанском музее путешественников состоялось открытие выставки «Полярная авиация». Рязанцам представили краткий фоторассказ о работе авиагруппы сезонной станции 31-й советской антарктической экспедиции. На фотографиях запечатлены работы геологов, поисково-спасательные операции, эвакуации сотрудников по завершении экспедиции, быт и повседневные хлопоты. В Рязанском музее путешественников открылась довольно интересная фотовыставка члена Ярославского областного отделения Русского географического общества Алексея Гриднева. Рассказывает она о жизни авиагруппы сезонной станции 31-й антарктической экспедиции. На этих фотографиях запечатлены полярники, их авиатехника, морские животные и коренные жители Антарктиды пингвины. На выставке антарктической экспедиции можно увидеть даже специальное снаряжение путешественников и фототехнику, которые были сделаны снимки. Между Ярославским и Рязанским отделениями региональными РГО существует договор о дружбе, сотрудничестве и всяком сотрудничестве. Делегация Рязанского РГО была в Ярославле пару раз во главе с Михаилом Георгиевичем. Ну вот там мы законтачили и ответным визитом явилась вот эта, в рамках реализации планов, явилась вот эта экспозиция. В составе авиагруппы в 1985-1986 году в экспедиции участвовали 18 специалистов, в том числе и рязанцы. Так что это еще одна причина, по которой выставка появилась в нашем музее путешественников. Посетили фото-выставку и ребята из Центра детского творчества «Стрекоза». Все представлены автором работы, они оценили по достоинству и тоже мечтают стать путешественниками. Очень красиво, особенно воздушные шары, то, что показали, пингвины очень смешные. В общем, мне все понравилось. Я хочу повидать пингвинов, взять одного домой, пусть будет в морозилке. И хочу исследовать всякие там вертолеты покататься, исследовать всякие вещи. Мне больше всего понравились там камни, больше всего. Они такие красивые там, разноцветные. И такие светятся, прям блестят они сильно красиво. А еще мне очень понравилось, здесь вот пингвинчики фото, такие смешные. И еще мне понравился фильм, где там пингвинчики вот так вот идут, идут. Мне вообще нравится, как они идут. Очень смешно, потому что. Фотовыставка будет работать до 29 февраля. Все желающие могут прийти, посмотреть работы автора и представить себе красоту Антарктиды. В субботу 16 января в Рязанской областной библиотеке имени Горького прошла ассамблея времена и эпохи. На ставшем уже традиционном мероприятии студия исторического танца «Белый бал» отметила день рождения и подвела итоги работы за год. Наградила тех, кто был вместе с ней в году минувшем и представила рассказ о своей деятельности тем, кто еще только мечтает присоединиться к компании танцоров. Всех гостей ждала интересная программа с дефиле новых костюмов, показательными выступлениями и танцами. Вот уже на протяжении 8 лет студия «Белый бал» радует, удивляет, поражает рязанцев невероятными мероприятиями, способными погрузить нас в атмосферу ушедших эпох. Это не только балы, но и вот такие домашние встречи, которые еще при Петре I были названы ассамблеями. На традиционной ежегодной ассамблее «Белого бала» времена и эпохи, которая прошла в минувшую субботу в библиотеке имени Горького, как обычно, были подведены итоги ушедшего 2015 года. Вспомнили самые яркие события, наградили друзей студии, спели гимн «Белого бала» и, конечно же, не обошлось без танцев. Ну а самой яркой частью стало дефиле в исторических костюмах, которые на протяжении года создавались руками студийцев. У нас мастер-класс специальный, на которых мы учим держать иголку с ниткой, чтобы можно было себе хоть что-то соорудить на бал. Потому что на первом мероприятии, конечно, мы даем платье безвозмездно, но когда человек один раз надел платье, второй раз, он уже хочет в чем-то новом пойти, в чем-то своем. Он, например, говорит, мне вот идет голубой, я хочу только в голубом. И тогда приходится проводить мастер-класс, чтобы девочки сами, раньше все умели шить, сейчас как-то не очень, но раньше все платья были же самошиты. То есть все, что мы видим на картинах, люди, у них же не было машинок. Ну, так что приходится шить. От барокко до ампира. И что самое удивительно, все это сделано руками молодых девушек, школьниц и студенток, которые в этой студии не просто разучивают исторические танцы и шьют костюмы, но и погружаясь в атмосферу прошлого, находят новых друзей и единомышленников. За выходные дни в Рязанской области произошло 125 ДТП. В 9 из них погибли 3 человека и 8 получили травмы. Помимо этого, вступившая в силу поправка в закон о лишении прав за долги уже нашла своего первого нарушителя в нашем регионе. Об итогах работы сотрудников автоинспекции расскажет Наталья Новикова. Страшная авария униошли человеческие жизни. Произошла выходная в Рязани. Вечером в субботу, 16 января, на Муромском шоссе в Рязани джипа сбил двух пешеходов. Инцидент произошел примерно в 20.30 возле гипермаркета Леруа-Мерлен. На неосвещенном участке дороги внедорожник сбил двух мужчин, приходивших дорогу. 29-летний житель областного центра, управляя автомобилем джип Гранд Чироки, совершил наезд на двух пешеходов – 20 и 45-летних мужчин, переходивших проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеходы от полученных травм скончались на месте автоаварии. По свидетельствам очевидцев, наезд на пешеходов произошел на середине проезжей части, где они находились, пропуская проезжающий транспорт. Джип Чироки начал опережать меня по левой полосе. Метров через 50, то есть он опередил меня, шел в отрывчий. Я видел момент удары, когда он сбил двух людей. В очередной раз хочется напомнить о том, что не только водителям, но и пешеходам необходимо быть предельно внимательными на дороге, а в условиях зимнего времени года и тем более в темное время суток это актуально как никогда. А жители Сараевского района на время лишили водительских прав за неуплату алиментов. Это первый случай временного лишения прав управления транспортом за неуплату алиментов в Рязанской области, о котором сообщили власти. Напомним, с 15 января вступили в законную силу новые правила, по которым при неуплате штрафов или алиментных задолженностей на сумму более 10 тысяч рублей власти будут лишать водителей права управления транспортом до погашения задолженности. В случае, если человек, действие водительского удостоверения которого было приостановлено, управляет транспортным средством, то он будет привлечен к административной ответственности по статье 17.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкции данной статьи предусматривают обязательные работы на срок до 50 часов или лишение специального права управления на срок до 1 года. Еще один материал от дорожных полицейских. Сотрудник отдельного батальона ДПС ГИБДД по городу Рязани Анатолий Зенин на служебном автомобиле доставил роженицу, которая из-за метели задержалась в пути в больницу. Благодаря помощи капитана полиции молодая женщина вовремя успела в Рязанский областной перинатальный центр. На выписке из роддома госавтоинспекторы подарили молодой семье детское автокресло. Олеся Харлина расскажет обо всем подробнее. Пока вся страна готовилась ко встрече Старого Нового Года, семья Кодеевых со дня на день ожидала прибавления. В ночь на 13 января житель города Кораблино Виталий посадил супругу в автомобиль и повез в Рязань. Но молодые родители не рассчитали, что из-за метели дорога до роддома займет куда больше времени. Мы дотянули кое-как до Михайловского поста. Потом я уже понял, что остаются считанные минуты и что нужна помощь профессионала. Если бы не служебный автомобиль, то роды могли бы быть где-то в пути. С помощью патрульного автомобиля, включив звуковую сигнализацию, мы доставили ее в кратчайшие сроки в пентальный центр, где она родила девочку буквально через 5 минут после доставления. В ту ночь взволнованный папа даже не успел поблагодарить сотрудника отдельного батальона ДПС Анатолия Зенина. На следующий день Виталий позвонил по телефону доверия у МВД России и описал ситуацию. Впрочем, полицейские тоже не забыли про неординарный эпизод на дежурстве. За последние годы это уже четвертый случай в Рязанской области, когда инспекторы ГИБДД помогают при родах на дороге. И каждый раз госавтоинспекторы встречают маму с ребенком на выписке с цветами и подарками. От имени управления ГИБДД и отдельного батальонного дорожного патруля службы, благодаря вас с рождением дочери. Коллектив госавтоинспекции желает и вам, и вашему ребенку крепкого здоровья. Для безопасных путешествий малышке и ее родителям госавтоинспекторы подарили детское автокресло. Замечательно, что работают такие профессиональные люди, которые добросовестно подходят к своим рабочим обязанностям. И на сегодня это все новости, которыми мы успели с вами поделиться. Смотрите далее программу подробностей. День города прощается со зрителями до завтра. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Жилой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Субтитры создавал DimaTorzok